А перед началом ролика хотел бы поставить вам группу своего Друха, он делает разный дизайн оформления для каналов, для ютуба, для вк и разных промо кодов. Цены довольно низкие, а качество хорошее, поэтому пацаны, всем советую, ссылочка на группу будет в описании, можете зайти сами посмотреть его работы. Именно, кстати, он мне делал оформление для канала, для группы, поэтому пацаны, всем советую, сам убедился в качестве, поэтому ссылочка будет в описании под видео. Заходите, смотрите и заказывайте. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новое видео на проекте Мазин Холли Плей. В этом видео я вам покажу самую полезную движимость на проекте. Я думаю, вам это будет интересно, поэтому пацаны, набирайте 100 лайков и выходит новая серия по Мазингу. Но вам я хочу посоветовать свой промо код, пишите вместе к апсам Кирилл Гейм, на пятом уровне получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промо код можно вводить на любом серии Мазин Холли Плей. Ну что ж, вот я и нахожусь возле той самой недвижимости, которая очень полезная и прибыльная даже. Почему, сейчас объясню. Как бы это мой коттедж, он находится в Южном, я его купил, ну где-то недели две назад. Ну как купил, я обменял свой дом возле автошколы на этот дом с доплатой. Я не помню, сколько я доплатил, по-моему я доплатил 8 миллионов, если я не ошибаюсь, и не пожалел. Почему не пожалел, потому что я как бы часто к этой рейс на дальнобойщиках, у меня уже 78 скилл на минуточку, давайте я вам покажу даже, вот. У меня уже 78 скилл дальнобойщика, и я к этой рейс на личном Магнуме. И на нем просто целка убивается очень быстро, и если не чинить целку, то очень быстро уходит соляра. И поэтому для меня этот дом очень полезный. Но если вы даже не катаете рейсы, то для вас этот дом будет тоже очень полезный. Подчинить целостность на дорогой машине в ИСТО нужно заплатить 500 тысяч. На подчинить целостность вы сможете в ИСТО только до 90%. А в коттедже вы можете подчинить целостность на любой машине до 95%. Сейчас я вам объясню, как это все работает, покажу, и вообще объясню, как заработать денег, если у вас есть коттедж. Неважно, в Южном, либо в Арзамасе, главное, чтобы у вас был коттедж, любой. Вот смотрите, например, у меня есть Магнум, на котором нужно подчинить целостность. На данный момент целостность у него 92, и мне нужно еще подчинить 3%, чтобы было 95%. Целостность хорошая, это когда до 90%. Если начинается ниже 90%, то у вас начинает жрать больше бензин и соляру на любой машине. Чтобы подчинить целостность вашего автомобиля в коттедже, в первую очередь вам нужно просто приехать в любой 24D7 и купить ремки. Как бы если у вас нет улучшения силач, то вы сможете купить только 3 ремки. То есть берем, покупаем ремки. Вот, у меня максимальное количество ремок. У меня куплено улучшение силач, поэтому я могу переносить сразу 6 ремок. Чтобы подчинить машину, вам нужно заехать в гараж и заглушить машину. Но глушить не обязательно, но лучше заглушить. И пишите просто команду Repair Car. И здесь вам в принципе все пишется. Вы можете самостоятельно починить свое авто. Вы можете восстановить 3% целостности с шансом 50%, короче, процентов. После подчинки целостность вашего транспорта повысится. Вам требуется 3 ремкомплект. Вы хотите заняться самостоятельно подчинкой вашего транспорта? Нажимаем да, и нам пишут, что у нас не получилось. И пробуем еще раз. Тоже не получилось. Итак, я снова приехал в гараж. Давайте попробуем подчинить. Так, и у нас получилось. У нас получилось подчинить целостность до 95. Но чинить я дальше не могу, потому что больше 95 целостность в коттедже нельзя сделать. Ну что ж, давайте теперь я вам расскажу, как заработать денег. Как вообще заработать на коттедже. Как бы это все легко и просто, но главное, чтобы вы были честным человеком. Потому что у многих есть коттедж, и многие, понимаете, обманывают людей. Как они обманывают? Они подают там объявы, пишут там в чате данной бойщика, вот починю целостность, там туда-сюда. Да, это все хорошо, именно в этом заключается суть прибыли в данном коттедже. То есть вы можете подавать объявления, можете писать друзьям, можете там писать в РБ то, что вот могу починить целостность, там, за определенную сумму денег. Допустим, там, ну, 300 тысяч, то есть 100 тысяч это пойдет на обмен в нотариусе, 100 тысяч уйдет на ремки и 100 тысяч, типа, вам на лапу. Как бы, если вы начали этим заниматься, не наебывайте людей, не надо. Потому что некоторые просто берут машину на ремонт и не возвращают. Поэтому будьте очень аккуратны, прям очень аккуратны. Лучше, прежде чем отдавать машину, позовите админа, пусть он посмотрит, пусть он договорится с вами обоими, там. Реально, просто я знаю, что многие обманывают таким способом. Я уже многим чинил машину, я не люблю этим заниматься, но, как бы, если есть время, то я иногда чиню машины, бывает даже и бесплатно чиню машины. Ну, типа, беру только на ремки и на обмен. Поэтому, пацаны, если вы решили этим заниматься, то не нужно никого наебывать. И если вы хотите дать кому-то машину, давайте только проверенным людям. Давайте машину на ремонт только тем, кого вы хорошо знаете и кому доверяете. Наебщиков на Мазине сейчас просто куча, реально. Каждый второй просто пытается наебать, либо наебывает кого-то на бабки, на имущество там и так далее. Поэтому будьте внимательны. Коттедж можно купить в Арзамасе на первом серваке за 18 миллионов. В Южном можно купить от 25 до 30 миллионов, в принципе, можно купить коттедж. Как бы, я купил этот коттедж, грубо говоря, за 22 миллиона, но это все благодаря подписчику. Артем Соколов, большое тебе спасибо, что согласился обменяться. Есть еще третий способ заработать, пацаны. Вы просто берете и покупаете машину с плохой целостностью. Допустим, там целостность будет 70. Вы просто приезжаете в коттедж, покупаете ремки, чините целостность до 95 и продаете на 500 тысяч дороже. То есть, вы в плюсе там будете, но на 400 тысяч будете в плюсе. Это тоже как вариант. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Я извиняюсь за свой голос, потому что я, если честно, очень болею. Но оставлять вас без видосов я не хочу, потому что я и так неделю отдыхал в деревне. Еще неделю пропасть, пацаны, это будет очень некрасиво. И канал, я думаю, не в лучшем состоянии сейчас. А если еще неделю пропаду, то это будет пиздец. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.